Проводим акцию по случаю невыплаты нам зарплаты в течение двух месяцев за июль и за август. Мы собрались, чтобы перекрыть трассу, нас немножко опередили правоохранительные органы, мы машины пустили через Славкурорт на город, поэтому все равно мы от своего замысла не отступаем. Будем думать, может на неделю или в следующее, в субботу, в понедельник будем планировать какие-то другие действия, конечно. На месте сидеть не будем, потому что тогда уж точно нам и год не выплатят. В НСЗУ писали заявление, еще у меня образец пишут на начальника прокуратуры Краматорска областного. Многие пишут, и я буду писать фамилию, может это немножко поможет. Ну, причина двоякая. НСЗУ говорит, мы выплатили деньги, наш директор Степанов говорит, что НСЗУ не дало деньги. Лично мое мнение, скорее всего, что они, бюджет нашей больницы, включая роддом, который к нам присоединили, составляет около 9 миллионов гривен. Если 9 миллионов или 18 за два месяца положить на проценты, то можно очень неплохо нажиться. Я больше думаю, что это версия. Ну, может быть, какой-то процент еще НСЗУ не дало. Но опять, если НСЗУ дают другим больницам, и в нашем городе, я звонил Константиновку, Дружковку, друзьям, медикам. Сказали, всем зарплату выплачут, задолженности нет. Поэтому как-то вот мне странно, что если другим больницам платят, наши не платят. У меня сомнения. В честности нашего директора Степанова, который не однажды был увлечен в обмане, ну и ворует миллионами вагонами, машинами. Приняли участие, потому что нам не выплачивают зарплату в течение двух месяцев. Руководство говорит о том, что виновата в этом НСЗУ, которое нас обманывает. А НСЗУ говорит о том, что нашу зарплату нам перечисляли. Теперь не перечисляют, потому что был нарушен договор с НСЗУ. О том, что у нас должны быть конкретно в неврологическом отделении 4 доктора. У нас их нету. Нету кислорода в роддоме. Нету ангиографа, который должен быть в кардиологическом отделении. Поэтому нас оставили без зарплаты. НСЗУ сказала, ну как вообще оно у нас заводит в нашей стране. То есть мы должны выполнять их распоряжения. Те, которые нужны для работы наших отделений. У нас не выполняются. Поэтому НСЗУ нам просто дали срок исправить, а никто ничего не исправил. Ну говорят, что виновата НСЗУ, но нам не платят.